Привет из 60-х. Новосибирский режиссер Станислав Шуберт обнаружил на случайно найденной кинопленке хронику Новосибирского Академгородка. Неизвестный оператор запечатлел сцены из жизни простых людей, а главное смог передать дух того времени. И спустя полвека нашлись те, кто узнал на экране себя. Подробности далее. Это уникальные кадры о жизнях и людях Академгородка. Если о науке, опытах, открытиях снимали видеосюжеты регулярно, то про будни ученых с экранов телевизоров рассказывали крайне мало. В 2017 году в руки режиссера Станислава Шуберта попала загадочная пленка неизвестного автора. На пленке нет ни титров, ни ничего. Возможно, они были, но они оторвались, потому что она начиналась не сначала. Там обычно приклеивается ракорд, который заправляется, это чистая пленка такая. Потом должны идти титры, еще что-то. Там начиналось уже сразу изображение. То есть, видимо, начало, концы были потеряны, то есть они либо сломались, оторвались. То есть она была без коробки даже, эта пленка. То есть, конечно, к сожалению, это утеряно. Ни авторы неизвестные, ничего. Камера трясется, иногда в кадре обрезаны головы или ноги. Это говорит о том, что оператор, скорее всего, был любителем. А после того, как съемки выложили в сеть, стали появляться и герои пленки. В те годы многие из них были студентами. Это было неожиданно, если честно говорить, в лаборатории. Потому что у нас, в принципе, в нашей группе, когда мы учились, у нас были съемки, так сказать, студенческой жизни в университете. Но чтобы в лаборатории, что-то я не помню. Ефим Пестряков один из тех, кого запечатлела камера. Говорит, за 50 с лишним лет изменилось многое. И на рабочем стеллаже уже нет свободного места, все занято аппаратурой. Но среди современной техники осталась и та, на которой ученые работали полвека назад. Здесь можно видеть синтез и тех, и других приборов. Но вот на этом месте как раз и было. Сейчас на этом месте находится установка, в которой исследуется спектральная люминесцентная свойства новых активных сверху для твердотельных лазеров. Вообще лаборатория занимается физикой лазеров с сверхкоротких импульсов. Что это 60-е, понятно и по внешнему виду горожан. Свободное платье, короткие стрижки и бороды у мужчин дух времени передают и популярные в те времена пункты приема стеклотары. Все найденные герои сходятся лишь в дате съемок. И никто не знает имя того, кто запечатлел на кинопленке простую историю о повседневной жизни Академгородка. Светлана Тимонова, Рута Келлер, Борис Гладких, Новости ОТС.